друзья всем привет сегодня хочу сделать небольшой обзор сортов инжира и главная цель поговорить о плодоносности этих сортов вот именно будет идти речь о основном урожае конечно о бребе я ничего не скажу по этим сортам потому что я ее не видел саженцы молодые поэтому естественно что имеем видим то что есть по факту на начало августа по основному урожаю и так начать хочу с нескольких сортов которые пришли ко мне черенками из испании инжироводы украины прекрасно знают этого человека езус так по моему имя его пишется вот прислал эти черенки они успешно укоренились вот несколько сортов его у меня есть растение небольшие ну тем не менее вот что на сейчас на на сегодня можно на них увидеть первым будет чальт хальт не знаю правильно с английским проблема поэтому читаю по буквам не смейтесь все и не бросайте тапки вот но главное не это главное то что из себя представляет этот сорт или форма инжира вот посмотрите какое количество фиг образована на этом небольшом растении ну фактически не просто пазухи листа каждого есть плодик обратите внимание в пазухе листа есть и двойня дуплеты целые здесь образованы поэтому конечно это поразило вот среди всех сортов я честно говоря вижу такое впервые может более опытные инжироводы и видели это часто но вот то чтобы в каждой пазухе один обязательно а очень часто 2 образовывалась плода это конечно меня удивило поэтому я планирую там все-таки высадить грунт определенные сорта и ну этот один из явных явных таких фаворитов в этом плане так что очень нравится ну конечно количество плодов это одно вкус еще имеет значение ну я надеюсь что при помощи теплицы удастся вырастить я конечно сейчас удалю большую часть этих фигушек оставлю парочку штук то чтобы посмотреть и дать возможность растению их выносить вырастить вот поэтому и снимаю собственно сейчас потому что по некоторым я уже прошелся вот потом решил что все таки надо снять и показать так что вот такое растение с таким вот именем пришло ко мне по плодоносности именно по этому критерию на сегодня поражает и осборнский еще один сорт инжира тоже из испании приехала черенком растения ну это тот случай который я рассказываю предыдущем сорте инжира упоминал то есть здесь уже выломана значительная часть плодов ну вот видно можно заметить тут если внимательно присмотреться здесь верхней части он были еще плодики здесь и здесь были я их удалил оставил три штучки но сейчас еще удалю оставлю парочку тем более что парочка останется вот это подчеркну что это не брэба тоже это основной урожай фиги на фиге первое то есть вот этот вот прирост это весенний прирост это весной образовался побег а это уже попозже на рост поэтому на нем уже фиги вторые второго порядка так сказать если можно выразиться образовались вот так что осборнский тоже по урожайности я думаю что будет радовать нравится эта форма тоже ну собственно надо срочно увеличить площадь питания и увеличивать само растение в размерах а соответственно и возможностях плодоношения также так что и эта третья форма тоже мне нравится или сорт наверно уже можно разговорить этот известен достаточно широко сорт осборнский и еще на форма инжира испанского происхождения на первый взгляд эта дама ничего особого не представляет из себя но на самом деле если присмотреться повнимательней то дама действительно ярко в плане плодоносности образование завязей как видим этот сорт тоже или форма тоже очень и очень неплохи вот можно посмотреть на второй ветке здесь вообще брайбы вот эти второго порядка они тут прям натыканы буквально одна на одной не так конечно как на первом вот но тем не менее все равно количество большое таком маленьком растении причем и первого порядка видите фиги и второго что на предыдущей ветке что на этой образованы яркая дама так и называется эта форма с таким именем она пришла тоже по плодоносности пока что фаворитов по сравнению скажем с более известными распространенными сортами ну явно явно отличается и я не вижу на других сортов у такой вот такого количества завязей как здесь яркая дама это плотера четвертая форма из испании из шести которые получил из тех которые вот на сейчас действительно поражают количеством фиг основного урожая ну как видим здесь более умеренно чем на ахальте там но все-таки 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 растение коротко узловое каждый пазухи листа завязался плодик тем более что если по остальным формам о которых я говорил о вкусе ничего не знаю ничего не могу сказать то о серебряном то есть а вот этой форме очень хорошие отзывы у моих коллег были они уже пробовали плоды говорили что очень вкусный очень вкусный этот серебряный так что тоже будем выращивать и надо срочно принимать меры увеличивать площадь питания либо емкости большие пересаживать либо тот кто как я сказал у фаворитах пойдет в почву чтобы получать урожай уже с грунта с открытых условий плотера друзья еще одна форма которую хочу показать но вытягивать ее не буду из общих джунглей он жировых вот хочу просто показать созревающую фигу на сорте рэд израиль вот она красавица подчеркиваю что именно фига надеюсь что сортность здесь будет соответствовать как положено все будет фига единственная образовалась но подчеркиваю это все таки фига так же как и на предыдущих формах инжира она образовалась от весеннего прироста в теплице который начался а вот те уже фигушки и второго прироста которые здесь уже на улице образовались они конечно значительно поменьше но тем не менее давайте вот посмотрим рэд израиль тоже тоже можно относить конечно к урожайным я считаю формам вот видим первые здесь образованы были фиги второго порядка ну и дальше вот тоже бросает там в каждой пазухе листа здесь вот тоже можно увидеть на этой веточке то же самое то же самое мы видим так что форма точнее сорт урожая радует вот скоро я надеюсь попробуем что из себя представляет это популярная достаточно и такая с хорошими отзывами форма инжира так что ред израиль тоже советую кто хочет выращивать инжир я советую эту эту форму ну и конечно вот то что созревает уже сейчас фига первого порядка ну наводит на мысль о ранней спелости так что это наших условиях тоже немаловажно ред израиль друзья ну и еще одном сорте хочу рассказать который поражает меня тоже своей способностью к плодоношению в стесненных условиях емкости 20 литровое ведро тут у меня это известная наверное большинству инжироводов канадрия второе плодоношение в емкость у меня в прошлом году тоже самое было растение конечно было поменьше завязей было поменьше но тенденция сама пазуха листа почка обязательно есть фига это фиги основного урожая если так их называть как я называл предыдущих фрагментах а других сортах фиги первого порядка основного урожая вот то есть видим что каждая ветка каждый узел это плод это плод скажу честно в моих условиях выращивание не один сорт такого не показывает вот одни те же условия будем так говорить кто-то там мало вяжет кто-то вообще может не завязать здесь стабильность вот я говорю второй год вижу все стабильно все одинаково поэтому по плодоносности никаких вопросов канадрия нет есть вопросы вкусу плодов я и в интернете читал и сам собственно это видел пробовал когда плоды прошлом году показывает маловато сахара мне кажется все таки не набирает большого количества такого медового вкуса или джемового вкуса нет есть конечно вот немножко водянистые плоды но скажу честно что я не грешу в этом плане здесь на сортовые особенности хотя американцы пишут что это все таки характерно для этого сорта я все таки больше отношу это к условиям выращивания к моим условиям выращивания именно емкость и постоянные поливы я конечно поливаю часто потому что уже убедился на своем горьком опыте не политый во время инжир это сброшенные фиги я думаю все это знают и поэтому поливаю часто не даю почве пересыхать потому что пересушишь значит сбросит сбросит плоды поливая часто плоды получается водянистыми кстати сегодня получил подтверждение этой своей версии чисто случайно можно так сказать нашел плод первый плод на сорте шампань затаился он там листочках я конечно видел что там есть фиги но зрелых не видел получилось так что вот они там пару фиг есть одну попробовал одна пусть еще повисит но сахара и там маловато та же тенденция водянистая немножко мякоть сахара не столько сколько бы хотелось вот в почве там те что растут в открытом грунте имеется ну конечно образует намного более сладкие плоды здесь то ли уход надо поменять то ли может быть подкормки вот но не поливать конечно нельзя может калия надо добавить больше не знаю это это такие тонкости нюансы которые надо еще вникать и что-то думать вот но тем кто любит количество и хочет много инжира вот этот сорт очень советую вы сами видите что это действительно так и плодов образует очень много ну шампань созрела раньше конечно чем канадрия но по количеству плодов вот однозначно выигрывает этот сорт и если говорить открытом грунте то тоже думаю что он будет в порядке тех кто переселиться туда всем успеха удачи выращивайте экзотику получаете удовольствие и получаете эстетическое удовольствие и получаете как можно больше урожаев всем удачи успеха